Путь в поликлинику как полоса препятствий. Татьяна живет по соседству с военным госпиталем. Ходит здесь каждый день в магазин или аптеку. Передвигаться тяжело. У женщины проблемы с суставами. Даже с тростью она боится упасть. Вообще не пройдешь. Кое-как пролазишь. И с детьми все ходят. Вроде снежок нападал, а там лед и падают. Так что желать бы лучшего, чтобы чистили. Вообще тут плохо. Вроде центр, а вот здесь и на той стороне убирают очень плохо. Военный госпиталь – памятник архитектуры. Здание построено в 19 веке. Его строили для артиллерийских казарм. Первоначально оно было двухэтажным. В 1943 году в здании гарнизона находилась артиллерийская школа, в которой приходили подготовку будущие офицеры войска польского. Рязанский военный гарнизонный госпиталь здесь размещается с 1931 года. Старинное здание разрушается из-за непогоды. Лестницы за зиму, скорее всего, ни разу не чистили. Колонны пошли трещинами. Территорию у госпиталя, скорее всего, не чистили за зиму ни разу. Из-за скопившегося снега тротуар заметно сузился. А между тем поток пешеходов здесь большой из-за того, что рядом остановка общественного транспорта. Плохо, что не чистят. Плохо. Везде плохо. Чистить надо, конечно. Ужасно. Сразу же говорю, ужасно. Ничего больше не могу сказать. В принципе, неплохо. Если бы только почаще пододелали, подметали бы. А так бы все, в принципе, прекрасно, нормально. Возмущенные прохожие разместили пост в социальных сетях. Как утверждают авторы, уж если соседние магазины могут себе позволить содержать сборника, то структурное подразделение Минобороны тоже может почистить тротуар от снега. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».